Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули. Не обращайте внимания на мой пир-часон. Я помыла голову и сразу села для вас снимать видео, потому что я тороплюсь на самом деле. У меня дела сегодня. И сегодня мы с вами будем кушать кфта, брокколи, мандарины, тархун и моя любимая колбаска сервелата. У нас сегодня, прикиньте, снег. Я говорила снег-снег-снег, но сегодня у нас снег. Ну знаете, как снег? То есть я вижу, что с неба летят снежинки, но на полу они уже тают. Такое ощущение, что дождик идет. То есть, понятное дело, что снега вокруг не будет, но само ощущение того, что наконец-то... Так как на улице погода теплая, снег сразу тает. Я пока красилась, решила зайти в ютубчик и чисто случайно наткнулась на сюжет. Точнее, мне попалась в рекомендации женщина, у которой 44 ребенка, прикиньте, ей всего 39 лет. То есть она, в принципе, еще может опять родить. 44 ребенка. У нее двойняшки были, тройняшки. И получается, каждый год она рожала. Возможно, вы все видели уже этот сюжет. Меня просто повергом шок. Как люди бедно живут. Ребята, если вы в депрессии, если вы себя чувствуете ущемленным, обзеленным, просто посмотрите видео, как живут люди в Африке. И вы поймете, что мы с вами самые счастливые люди. У нас есть что покушать, у нас есть что посмотреть. Замечательная работа. Да вообще, жизнь прекрасна. По идее, и они люди, и мы люди. И нам просто повезло, что мы родились, например, здесь, а им не повезло. Это надо воспитать 44 ребенка. Надо дать образование. Хотя бы 5-6 классов. А у них там даже среднее образование платное. У нас бесплатно. Кстати, отличительная особенность. Когда я училась в России, я не знаю, как сейчас, напишите, пожалуйста, в комментариях. Постоянно собирали деньги. То попечительский совет, то надо новую дверь поставить, то на шторы, то на это, на то, на третье, десятое. Это уже начинало так раздражать. Мы раньше покупали учебники. Когда я училась в России, резко я переехала сюда. Я была в шоке, что ни на что не нужно сдавать. Вообще. В школе, в которой я училась, как раз-таки, когда я была в 10-м классе, сделали супер офигенный ремонт. Просто всю школу переделали. Поклеили оглаем, там все дела. И ни копейки у нас не взяли, прикиньте. Конечно, в Азербайджане куча других минусов, но я просто как человек, который переехал из Саратова, я такая думала, в смысле? У нас элементарно в наш кабинет ставят дверь, все скидывались. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас до сих пор так? Или это в прошлом? Это было, когда я училась. Ну, в общем, у этих даже среднее образование платное. Понятное дело, что везде оно сейчас бесплатное. Потом другую семью посмотрела. Там каждый второй продает почку, чтобы жить. Мой вам совет. Иногда смотрите такие сюжеты. Смотрите, как плохо живут люди. И не нойте. Понятное дело, хочется жить как в Америке, как в Европе, еще лучше. Ну, и на этом спасибо, Господь, Бог. Я в последнее время, когда для второго канала сижу и рисую, мне обязательно надо, чтобы что-то на фоне было. А то скучно просто рисовать. И вот в такие моменты я начинаю смотреть подобные передачи. И очень интересно. Я у этого сюжета просмотрела все рекламы. Потому что я-то как ютубер знаю, что им платят особо немного, чтобы поехать в Африку, снять этот сюжет. Сколько человек задействовано. И вопрос моей подписчицы тоже будет немножко связан с этой темой. Здравствуйте, Айнур. Смотрю вас давно. Обожаю. Каждый день кушаю вместе с вами. У меня такая проблема. Родители мне не покупают последний айфон, хотя у них есть на это возможность. Покупают себе, а мне говорят, заслужи сама. Насколько это правильно, так ущемлять своего ребенка? Передаю огромный привет. Во-первых, ты не уточнила, сколько тебе лет. А во-вторых, как бы это грубо не звучало, я считаю, что родители не обязаны покупать нам последние телефоны. Это не значит, что твои родители тебя не любят или они какие-то жмота. Просто в этой жизни каждый человек должен сам осознавать ценность денег. Я впервые это осознала, когда пошла на работу, когда мне было 17 лет, когда я закончила школу. У меня 3 месяца было времени. Я устроилась на работу на эти 3 месяца. Я поняла, насколько сложно зарабатываются деньги. Возможно, если у них есть возможность, и они не покупают последний айфон, Возможно, просто они это делают с целью воспитания. И в какой-то степени я с ними согласна. Например, в дальнейшем, когда у меня будут дети, я тоже не буду сильно баловать их. Так что не надо обижаться, то, что они кормят вас, одевают, обувают. Вы не платите за коммунальные услуги, живете вместе с ними. За это тоже огромное спасибо. Не нужно наглеть. У меня, например, мама такой человек. Все самые лучшие дети. Все дети. А это неправильно. Я помню, когда мы были детьми, мама могла ходить сама в дырявом. Всегда на себе экономила. Лишь бы вы были хорошо одеты, лишь бы у вас было все хорошо. И действительно было так. В подростковом периоде. У моего брата, например, было 10 пар джинс. Но при этом мама ходила в одном и том же. У нас мама вообще такой человек. И ей всегда на себя жалко. Я считаю, это неправильно. Нельзя на себя жалеть. Возможно, когда у меня будут дети, я буду думать иначе. Мне, например, очень нравится модель воспитания у моего брата, у двоюродного брата. Очень нравится. Жена двоюродного брата говорит, вот это мой телефон. Я себе куплю новый, а этот отдам тебе. И ребенок радостный. Ура! У меня будет свой телефон, как классно. И не ноет, что хочу последний айфон. И безумно любит своих родителей. Благодарна за все, что они делают. То есть не капризничает, ничего. Может, я не права. Может, у меня нету детей. И я как бы не имею права так рассуждать. Я не говорю, например, экономить на здоровье детей. Ходить, например, к стоматологу, к врачам. Не экономить на образовании. Но какие-то гаджеты, не знаю, абсолютно не согласна с тобой, не покупают, значит, тебе этот айфон пока что не нужен. Сама начнешь зарабатывать, сама себе и купишь. Иногда в ТикТоке, например, натыкаюсь на видео, как ребенок ругается со своей мамой, что, например, она хотела телефон на 512 гигабайт, а ей купили на 256. Катастрофа-то какая! Плачет, орет, что... Мои хорошие, если вы тоже наезжаете на своих родителей из-за телефонов, просто посмотрите эти сюжеты из Африки. Посмотрите, как люди живут. Как бы это тупо не звучало, я иногда смотрю передачу «Говорим и показываем». Или вот это «Беременна в 16». Я просто смотрю, не то, чтобы как бы позлорадствовать, что ли. Нет, я просто это смотрю, думаю, блин, как хорошо мне живется. У меня нету этих проблем. Светит солнышко, проходит день, как все хорошо, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На самом деле, надо быть более оптимистичными. Поверьте мне, сколько бы у вас не было бы денег, сколько бы у вас не было желания, появляются новые. Купил машину, захотел, не знаю, яхту. Купил яхту, захотел самолет. И самый главный пункт. Когда я зарабатывала где-то 20 тысяч рублей, я покупала себе какую-то кофточку, обычную, никакую не брендовую, просто в магазине. Я так радовалась. Я ее одевала, например, надела, такая «Вау, я в новом, какая красивая». То есть прямо вот оглядывалась, смотрела на себя, радовалась жизни. Когда я начала зарабатывать 200 тысяч, уже для меня, знаете, эта кофта, ну, не приносила никакой радости, вот честно вам скажу. То есть потребности у нас увеличиваются, и радости они не приносят, когда ты много зарабатываешь. Сейчас я иду за ноутбуком. который стоит до хрена. Сейчас как раз поем и в путь. Еще папа сегодня прилетает. Надеюсь, что никаких проблем не будет на границе. Прилетит он нормально, без проблем. кому интересно эта история в ютубе, там просто напишите «44 ребенка». Вот, сразу выйдет. Я гунда, «44 ребенка». Я поела, наелась, было очень вкусно. Обращайте внимание на мою прическу. Кстати, рецепт будет обязательно в инфобоксе. Переходите, готовьте, и не забывайте ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.